Глава 18. Горькое свидание с родными. Горькое свидание с родными. Горькое свидание с родными. Горькое свидание с родными. Скажите, где вы этому научились? Когда до меня дошло, что ругать меня за трансляцию христианской музыки они не собирались, я успокоился и ответил. Я нигде не учился массажу. Как верующий христианин я просто помогаю людям облегчить боль. И тогда женщина излила мне свою душу. Из-за гипертонической болезни у моего отца произошел паралич. У него отнялась половина тела. Мы возили его по разным городам и показывали многим врачам. Чтобы облегчить его воли, один специалист назначил ему длительный массаж. До меня дошел слух, что вас ценят как массажиста. Я попросила вашего начальника разрешить вам на время оставить лагерь. И провести моему отцу сеанс массажа на дому. Не могли бы вы нам помочь в этом? Пока вы будете у нас, можете питаться с нами как свой. Если отец поправится, я обещаю вам похлопотать о вашем досрочном освобождении. И вы сможете поскорее вернуться в семью. Не успела эта женщина закончить, как Дух Святой сказал мне. «Тебе нужно идти. Прославь имя мое». И я тотчас ответил этой женщине. «Конечно, я согласен. Кроме того, даю вам слово, что никуда не сбегу. Об этом не волнуйтесь». Я побежал к себе в барак и рассказал обо всем брату Чуаню. Он помолился за меня и сказал. «Слава Богу! Благодати Господней довольна для тебя». «Когда я вернулся к женщине, она отвела меня в дом родителей. Этот дом был полная чаша. Женщина предложила мне сесть в мягкое кресло и отведать свежих фруктов. На что я ответил. «Спасибо, но сейчас у меня пост за вашего отца. Надеюсь, вы не станете возражать. Я молюсь о том, чтобы он получил от Господа великое благословение». Услышав мои слова, мать этой женщины растрогалась до слез. «Доктор должна была вернуться на работу в лагерь. Наклонившись к ней, я уверил. «Идите с миром. Я не убегу. Мне нужно время, чтобы немного познакомиться с вашим отцом. Потом я примусь за массаж». Я рассказал дорогому старцу, как Иисус вознес на крест его грех и болезнь. Я убеждал его такими словами. «Теперь вы должны открыть свои уста, чтобы пригласить Иисуса Христа войти в ваше сердце. Доверьтесь Ему и найдете исцеление». «Я убеждал его не тянуть с принятием решения. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Говорится во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Возложив руки на этого человека и его супругу, я утешил их словами радости и надежды. Со слезами на глазах они исповедовались Богу в своих грехах и просили Иисуса стать господином их жизни. Хотя больной не почувствовал в тот миг никакого облегчения, я понял, что Бог уже завладел его сердцем и вскоре исцелит и его тело. Когда я вернулся в тюремный лагерь, было уже темно. Я рассказал обо всем брату Чуаню, и мы снова помолились вместе. После моего ухода доктор вернулась домой с работы и услышала такие слова от отца. «Тот, кого ты сегодня привела к нам, доктор Юн, очень хороший человек. Он действительно любит Бога. Завтра пригласи его к нам с утра». Родители этой женщины так и не поняли, что я был арестант. Они думали, что к ним приходил доктор из больницы. На следующий день, перед рассветом, старец внезапно почувствовал удар по шее и спине. После этого ему впервые за многие месяцы удалось без особых усилий пошевелить головой. Он воскликнул. «Я почувствовал себя так, словно порвались веревки, которыми я был связан». Он встал на ноги, причем движения в позвоночнике были свободными. Жена этого человека от радости запрыгала по комнате. Собралась вся семья. И они вместе благодарили Бога за проявленную к ним милость. Когда утром того же дня доктор пришла на работу, то рассказала мне обо всем, что случилось, и передала приглашение на завтрак. Ее отец хотел засвидетельствовать мне, что сотворил для него Бог. Здоровье старца поправлялось, и вскоре он уже ходил по лестнице. Каким чудом это должно казаться человеку, прикованному болезнью к постели? Он говорил об этом всем своим старым друзьям и искал прощения у людей, которых обидел в прошлом. Благая весть распространялась в то время как в тюрьме, так и за ее пределами. Мы пользовались всякой возможностью приводить людей к Иисусу. Постепенно с братом Чуанем мы сделались пастырями тюремно-трудового лагеря. Старец, исцеленный Господом от паралича, смело свидетельствовал о Христе, и это вскоре дошло до секретаря политбюро тюремно-трудового лагеря. Когда доктор сообщила ему о том, что случилось, он сказал, «Ну, если это на самом деле так, тогда мы должны послать Юна в Лаян на курсы массажистов. Вернувшись, он поможет многим людям». Поскольку своих средств у меня не было, тюремная администрация взялась оплатить все расходы на мое обучение. Моя учеба продолжалась три дня. Утром в полицейской машине меня отвозили в Лаян за 70 километров от лагеря. Охранникам поручалось строго следить за мной, чтобы я не сбежал. Мне удалось узнать от врачей все, что можно о массаже. В конце каждого дня меня привозили назад с кипой книг для самоподготовки. Вскоре меня перевели на работу в медсанчасть под начальством главного врача. Я делал массаж сотням людей и каждый раз свидетельствовал о Христе, в том числе даже некоторым высокопоставленным лицам местной организации Коммунистической партии Китая. Многие из моих пациентов приглашали меня домой, чтобы свидетельствовал их родным и друзьям. Погибающие жаждали познать Иисуса. Когда я оказался в вузах в первый раз, Делинь носила под сердцем сына. Когда меня лишили свободы во второй раз, моей маленькой дочери Юйлинь было всего семь месяцев. Однажды в марте 1992 года жена с детьми посетила меня в лагере. Они приехали уже под вечер. Увидев меня, Исаак закричал и прижался всем телом к металлической решетке, пытаясь обнять меня. Охранники оттолкнули его. Исаак заплакал и нервно закричал. «Мамочка! Почему этот человек не дает мне встретиться с папой?» В голове моей помутилось. Я не смог сдержать рыданий. Всякий раз, когда мои родные приезжали ко мне на свидание, охранники издевались над ними и обижали их. Позже Делинь призналась. «Если бы не любовь Христа, я бы ни за что не приблизилась к этим воротам». Ни разу свидание с родными не длилось более получаса. Мы должны были сказать друг другу многое, но свидания проходили на глазах охраны, а в этих условиях, понятно, не наговоришься. «Временами мне даже не верилось, что мы с Делинь были мужем и женой. Из-за служения мы были разделены друг с другом. Когда же время побыть вместе, причем очень короткое, выдавалось, мы постоянно по той или иной причине находились в нервном напряжении. На нежные слова и проявления сердечных чувств у нас никогда не хватало времени. Мы только обменивались сообщениями о церкви». Во время одного свидания дети подбежали ко мне прежде, чем охранникам удалось их остановить. Я обнял их, прижал к себе. «Папа, мы любим тебя», — были их первые слова. «Я ответил им, что тоже очень люблю их». Подбежавший охранник вырвал детей из моих рук и сказал, «Юн, если бы ты действительно любил своих детей, то не попадал бы в тюрьму». Исаак, приезжая на свидание ко мне, каждый раз был одет в одну и ту же одежду. В этой одежде он был и в момент моего ареста. Он быстро подрастал, но вынужден был носить все ту же рубашку и брюки. Башмаки его давно сносились. «Мои родные, Делинь, Исаак и Юлинь, сильно похудели. Денег им явно не хватало. И видно было, что они держались из последних сил». Я спросил Исаака, «Ты скучаешь без папы?» «Мама говорит, что у нас нет денег, чтобы приехать к тебе, и нет денег, чтобы купить новую одежду и обувь. Но мы всегда молимся о тебе дома», ответил он. Я пытался расспросить Исаака о школе, но он только молча опускал голову. Наконец он вытер слезы и сказал, «Папа, я хочу в школу, но тебя нет с нами. Учительница не любит меня». Она говорит другим детям, «Глупый Исаак и его родные, которые веруют в Иисуса. Одноклассники дразнят меня. Твой папа преступник, так ему и надо. Пусть сидит в тюрьме». Эти слова ранили мое сердце, и я не знал, что сказать сыну. Я попытался принять бодрый вид и сказал Исааку, «Дитя мое, твой отец посвятил себя Господу, когда тебя еще не было на свете. Пока ты молод, пожалуйста, изучай Библию и чаще молись, чтобы лучше послужить Господу в будущем. Мы должны радоваться, когда преследуют нас и говорят о нас плохое. Это же за Христа, сынок!» Видя беззащитность моей жены и детей, я, пытаясь утешить своих родных, не мог сдержаться сам. Я встал на колени, закрыл лицо руками и зарыдал. Я перенес в жизни много пыток и мучений. Надо мной издевались, засунув рот шейкер. Меня пинали и били до такой степени, что мне хотелось умереть. Я был в посте, без пищи и воды семьдесят четыре дня. Но говорю тебе от всего сердца, мой читатель, что тяжелее всего пережитого было видеть состояние моих родных, приходивших ко мне на свидание в то время. Они жили впроголодь, одевались в лохмотья и, как видно, невыносимо страдали. Делинь делала вид, что все в порядке, но я чувствовал, что она переживает глубокое отчаяние. Отцовские чувства побуждали меня быть хорошим отцом для дорогих детей и добрым мужем для любимой жены. Но что я мог сделать, кроме как молиться о них? Я часто винил себя, и мне было стыдно, что я не могу быть таким отцом и мужем в своей семье, каким должен. Ничто из всего, что я перенес в жизни, не вызывало у меня таких страданий, как эти свидания с семьей. И до сего дня я не имею ни дома, ни имущества, которое я мог бы оставить в наследство детям. Зато они любят Господа Иисуса и наделены сердцем, которое сострадает ближним. Однажды во время моего заключения у нас дома побывал глава одной церкви. Он спросил моего сына, Исаак, кто тебя любит больше всего? Малыш Исаак, ответил так. Больше всего меня любит мой небесный Отец. Больше всех нас любит Иисус. Когда я услышал об этом, я был очень тронут. Будучи в заключении, я пообещал Господу, что не дам семьям других китайских узников переносить подобные лишения. С тех пор я делаю все, что в моих силах, чтобы организовать поддержку семей узников. Кто-то спросит, почему бы эту заботу не взять на себя христианам по местных церквей? Все правильно. Они и занимаются этим по возможности. Однако бывает, что этим заниматься просто некому. Например, на юге Хэнаня в одном селе в тысячу человек за один день арестовали три сотни христиан. Беда не обошла ни одной христианской семьи. Семьи в один день лишились кормильцев. В подобной ситуации помощи ждать было неоткуда, так как пострадала вся община в целом. Многие молятся о христианах, томящихся в узах, хотя зачастую их семьи страдают больше. Обычно власти конфискуют все ценное в доме узника, унося не только одежду и мебель, но и горшки с кастрюлями. Иногда они уводят скотину и не оставляют даже семенной хлеб. Однажды власти конфисковали у нас все личные вещи, включая драгоценные фотографии моего отца. На сей день все, что у меня осталось от отца, хранится лишь в моей памяти. Тысячи христиан в Китае дорого заплатили за свою веру. Хочу поделиться одним примером. Семья сестры Юэнь Миньень была одной из самых богатых в Шанхае. Она была уже вдовой с детьми, сын одиннадцати лет и дочь девяти лет, когда в 1967 году попала за решетку. Когда она провела в тюрьме год, кобовцы решили проявить к ней так называемое сострадание. Главный надзиратель обратился к ней со словами «За прошедший год ты показала хорошее поведение и теперь мы хотим поощрить тебя. Все, что ты должна сделать, это составить письменное признание в своих преступлениях. Сделай это и мы отпустим тебя на свободу. Ты вернешься домой и позаботишься о детях. Разве твоему Богу не угодно, чтобы ты заботилась о своих детях?» Тюремное начальство организовало ей свидание с детьми. Когда сестра Юэнь увидела их, то слезы хлынули у нее из глаз. Тогда начальствующий спросил «Чего ты хочешь больше? Быть с Иисусом или с детьми? Если тебе угоден твой Иисус, останешься в тюрьме. Если тебе угодны твои дети, пойдешь домой». Выдав ей ручку и лист бумаги, они предложили ей сделать выбор. Когда они прочли написанное этой женщиной, то поразились ее заявлению. Она написала крупными иероглифами «Иисус незаменим. Даже дети не могут заменить мне Иисуса». Тем самым сестра Юэнь заявила о своем желании остаться в тюрьме. И тогда начальник воскликнул «Послушайте, дети, ваша мать отрекается от вас, она не любит вас». Сестры Юэнь продлили срок заключения еще на 23 года. К моменту освобождения сестры Юэнь в 1981 году ее сыну исполнилось уже 34 года, и он занимал правительственный пост в Тибетском автономном районе. За все прошедшие годы сестра Юэнь не имела ни одного свидания с детьми. За 23 года ни одного свидания. Сыну, который воспитывался в государственных безбожных школах, говорили, что его мать отреклась от него. Многие верующие христиане приходили к нему благовествовать, но он твердил только одно. Ваш Иисус отобрал у меня мать, а я должен уверовать в него. Сестра Юэнь добралась до Тибетского автономного района, чтобы отыскать своего сына, но он отрекся от нее со словами, что у него нет матери, и выгнал ее из дома. Она никогда больше не видела своего сына. Путь следования за Иисусом Христом нелегок. Это путь страданий и борьбы. Но могут ли наши страдания сравниться с муками Христа, которые Он претерпел ради нас на кресте? Я хотел бы оспорить столь распространенное в наше время учение о процветании, которое учит, что если мы следуем за Господом, то безопасность и удобство нам гарантированы. Это учение находится в полном противоречии со Священным Писанием и с нашим опытом в Китае. За проповедь Евангелия я несколько лет провел в вузах и около тридцати раз был арестован. Следовать за Богом значит не только жить для Него, но и умереть за Него. В послании к римлянам в четырнадцатой главе в восьмом стихе говорится «А живем ли для Господа живем? Умираем ли? Для Господа умираем и потому живем ли или умираем всегда Господни?» Свидетельство Делинь Быть служителем Божьим в Китае значит терпеть множество трудностей. Одна из таких трудностей для нас состояла в том, что мы очень мало времени бывали с мужем вместе. Когда Юн попал за решетку во второй раз, я действительно выбивалась из сил. Я даже обижалась на него, когда он рассказывал замечательные истории о том, как Бог благословлял его и употреблял для спасения погибающих душ. Его даже выпускали из тюрьмы, когда ему хотелось того. Я была привязана к дому, воспитывая двоих детей без мужа. Мы едва не умерли с голоду. Исааку запретили посещать школу. Денег у нас вообще не было. Трудности были непосильными. Я почти отчаялась. однажды в нашем доме появились несколько чиновников. Они объявили нас с мужем врагами семейной политики государства «одна семья, один ребенок». Мне приказали явиться в местный полицейский участок. Я оставила детей дома под надзором близких. Меня допросили за то, что мы родили второго ребенка. на нас было возложено денежное взыскание в 4000 юаней. Поскольку никакой возможности внести штраф у нас не было, кобовцы в порядке карательной акции сломали наружную дверь нашего дома. Кроме того, они увели с собой мать юна и посадили под замок, лишив еды. По китайским законам, за преступника отвечает вся семья. Чтобы у меня больше не было детей, я была направлена управлением планового контроля рождаемости на операцию насильственной стерилизации. Вернувшись домой после операции, я тяжело переживала. Казалось, что надо мной просто надругались как в физическом, эмоциональном, так и в духовном смысле. Я была подавлена и постоянно плакала. Будучи на свободе, юн все время проповедовал и путешествовал, нередко с братом Су-юн-дзе. Оба были без гроша в кармане. Однажды юн, вернувшись домой, дал мне пять юаней. Это около семидесяти американских центов. Это все, что он имел тогда. Но не подумайте о нем плохо. Мой муж никогда не был жадным. Это самый щедрый человек из тех, кого я встречала. Он не мог обеспечить нас, поскольку никогда не имел денег. Иногда из-за его бескорыстной щедрости мне приходилось очень туго. Так у меня было два маленьких золотых крестика подарки на память. Эти крестики были дороги мне. И вот однажды они пропали. Уже потом выяснилось, что юн отдал их одному верующему. Все земное он почитает за ссор. Он может раздать все, чтобы другим было хорошо. Временами моему сердцу было трудно биться в унисон с его добрым сердцем. Больше всего меня восхищает в муже его тесное общение с Богом и любовь к ближним. Он находит в человеке что-то хорошее даже тогда, когда никто уже больше не верит в него. не дизайн под хорошее дизайн б дизайн Продолжение следует... 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 Продолжение следует...